Здравствуйте, мои дорогие! Я Дед Еремей. Сегодня у нас на календаре 4 декабря, и многие из вас отмечают День Ангела. Это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. Сегодня весь православный мир отмечает прекрасный праздник «Видение во храм Пресвятой Владычицы нашей, Богородицы и Преснодевы Марии». Давным-давно, еще до прихода Спасителя нашего на землю, праведные Иоаким и Анна молились Господу о даровании им ребенка. Желание стать родителями было настолько велико, что дали они священный обет, если у них родится дитя, посвятят они его во служение Всевышнему. Бог не остался безучастным и подарил просившим долгожданное дитя прекрасную дочь, которую нарекли Марией. Шло время, и вот малышке исполнилось три года, и Аким и Анна помнили о своем священном обещании. Одев Марию в праздничное платьице, в окружении родных девочку привели в Иерусалимский храм. На пороге храма их встретил первосвященник и священнослужители. Девочку и первосвященника разделяла только лестница, на которой было пятнадцать ступеней. Ступени были высокие. Подняться по лестнице для трехлетней девочки было тяжелым испытанием. Однако, как только родители поставили ее на первую ступеньку, она, как птичка, взлетела на самый верх. Внутри храма первосвященник взял Марию за ручку и по внушению Святого Духа повел во святая святых. Куда заходить, имел право только первосвященник с очистительной жертвенной кровью и то один раз в год. Все видящие это были поражены. Со спокойной душой перед Господом Иоаким и Анна передали свое дитя Создателю и возвратились домой. А Мария осталась жить при храме в окружении целомудренных дев, оберегаемая верным ангелом-хранителем, архангелом Гавриилом. Девочка прилежно изучала Священное Писание, занималась рукодельем и молилась, приближая день своего предназначения, сама пока не ведая об этом. С праздником вас, дорогие друзья! Да услышит молитвы наши Пресвятая Богородица, да отзовется на просьбы наши и будет благословенна. Ведь родила она Спасителя нашего, да хранит вас Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...